С начала весны и до поздней осени цветут различные растения. Цветки растений различны по строению, форме, величине и окраске венчика. У одних они одиночные, у других собраны в соцветия. После цветения развиваются плоды. В плодах созревают семена. Плоды и семена образуются лишь из тех цветков, в которых произошло опыление и оплодотворение. Опылением называется перенос пыльцы из тычинок на рыльцы пестика. При перекрестном опылении пыльца из цветков одного растения переносится на рыльцы пестика другого растения. У большинства цветковых растений перекрестное опыление осуществляется насекомыми. Что ищут в цветках насекомые? Пыльцу и нектар. Они служат насекомым пищей. Но в одном цветке нектара мало, приходится собирать его с очень многих цветков. Доставая нектар, насекомое касается пыльников, и пыльца прилипает к его тельцу. На другом цветке насекомое, коснувшись липкого рыльца пестика, оставит на нем часть принесенной пыльцы. Опылителями являются многие насекомые. Бабочки, например, перелетая с цветка на цветок, долго задерживаются на каждом. И успевают посетить за день небольшое количество растений. Хорошие опылители растений шмели. Они летают даже в холодную и в ветреную погоду. Еще лучшими опылителями являются пчелы. Одна пчела облетает за день до двух тысяч цветков. Есть растения, цветки которых опыляются определенными насекомыми. Например, львиный зев. Он опыляется только шмелями. Пробираясь за нектаром, шмель задевает тычинки, и его спинка покрывается пыльцой. А на другом цветке часть пыльцы со спинки шмеля попадает на рыльце пестика. Цветки душистого табака днем закрыты. Раскрываются они только с наступлением сумерек. Яркая белизна венчика, хорошо заметная в полутьме, и сильный аромат цветков привлекают к ним ночных насекомых. Яркие соцветия или крупные, окрашенные, хорошо заметные венчики имеются у многих насекомо-опыляемых растений. А некоторые из них привлекают насекомых ароматом своих цветков. Яркие венчики, аромат, нектар – отличительные черты цветков насекомо-опыляемых растений. Перекрестное опыление может быть и при помощи ветра. Так опыляются береза, осина, орешник, рожь и некоторые другие растения. Они называются ветроопыляемыми. В их маленьких невзрачных цветках, собранных в соцветия, нет нектара. Они лишены аромата и яркой окраски, но в них много пыльцы. Обилие ее – характерная особенность ветроопыляемых растений. В ясном июньском утром можно наблюдать, как цветет рожь. В колосках раскрываются чешуйки. Показываются желтые пыльники. Пыльники лопаются. Ветер подхватывает пыльцу и разносит ее. Так пыльца попадает на пушистые рыльца цветков соседних. Многие ветроопыляемые растения цветут до появления листьев. Ветер свободно переносит их пыльцу. Растут они чаще всего поблизости друг от друга. Группами, зарослями, рощами. Есть растения, которым для опыления не нужны ни ветер, ни насекомые. У них происходит самое опыление. У гороха тычинки и пестик созревают еще в закрытом цветке. Пыльник лопается, и пыльца высыпается на рыльце пестика. Самоопыление происходит у льна, пшеницы и других растений. Что же происходит в цветке после его опыления? Пыльца, попавшая на липкую поверхность рыльца, прорастает. Образуются пыльцевые трубки. В нижнем конце пыльцевой трубки имеются две пыльцевые клетки. Среди клеток семипочки заметна крупная клетка. Она называется яйцеклеткой. Когда пыльцевая трубка достигает семипочки, пыльцевые клетки проникают в нее, и одна из них сливается с яйцеклеткой. Так происходит оплодотворение. Оплодотворенная яйцеклетка начинает делиться. В это время лепестки венчика опадают, тычинки засыхают. Из завязи начинает развиваться плод. Семипочка постепенно превращается в семя с запасом питательных веществ, а из яйцеклетки образуется зародыш семени. Так после опыления и оплодотворения образуются плоды, внутри которых созревают семена. Они несут в себе зародыши будущих растений. и после опыта молилось живее, Вот и десять лет.